всем привет друзья мои с вами дивер и сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему безопасности хранения перемещения использование катушки в полевых условиях как ее обезопасить вот вы сейчас видите упакованную катушку вот в такой чехольчик что он чехольчик нам может дать значит какие преимущества преимущество заключается следующим катушка защищена от песка грязи и какого-то слабого воздействия воды на катушку сразу вам скажу что вода и песок с катушкой несовместимы я сторонник того что в катушку лазить минимально если конечно не случился какой-то огрех катушка не попала грязь песок или воду то тут по-любому придется с ней проводить профилактики чистку и смазку так вот чтобы лишний раз не лазить я рекомендую вот такие чехольчики они делаются самостоятельно как это делается сейчас я вам не то что как-то делать как он выглядит я вам покажу это вот такой получается как мешочек вот как шапочка такая отверстие сделано под ручку катушки и у давочка которая затягивается и приводит вот к такому состоянии этого мешочка мы одеваем и затягиваем так еще можно обмотать вот мы получили вот такой чехол на катушку особенно это пригодится тем людям которые не любят лазить в катушке вообще не любят отдавать их на то кто вот потому что даже сторонник такой идеи как у меня что лишний раз вмешательство в катушку не нужно а просто ленивым скажем людям не хочу их обидеть я сам на самом деле может быть даже к ним и чуть-чуть и отношусь отдавать катушку жалко кому там какому мастеру лишний раз не хочется ее куда-то отдавать или времени нету или просто заниматься этим не хочется вот такой чехолчик он вас спасет ваша катушка попала все-таки каким-то образом в песок если вы хотите дальше ловить то конечно неизбежно и и наверное хотя бы прополоскать воде как многие делают но ребята не забудьте что после того как вы вернулись домой или на базу или если на базе вас нет смазки вы не можете промыть ее промыть обязательно даже смазать уже промыть и смазать обязательно то я вам тогда рекомендую да хотя бы пропала прополоскали но при возвращении домой обязательно или отдайте ее на профилактику на то или сами это сделайте после полоскания в воде катушка ничего хорошего не светит и попадание ее в песок соответственно и такой вам бонус многие знают многие не знают для тех кто не знает когда вы долго катушку не эксплуатируете я лично даже после каждой рыбалки делаю такую штуку фрикцион делаю так чтобы был полностью ослаблен если же вы будете хранить катушку в полностью затянутом фрикционе на что барабанчик вас не будет проворачиваться шпуля не будет проворачиваться то у вас приведет к тому что про фрикцион не будет таким чувствительным он не будет правильно работать вот это такой вам бонус так что когда вы храните особенно зимой катушки и ими долго не пользуетесь храните их так чтобы шпуля у вас вот так лицом был ослаблен чтобы она свободно ходила это опять же совет ну что друзья мои надеюсь информация для вас была полезна пишите комментарии подписывайтесь на канал на нашем канале много чего интересного есть посмотреть и трофейная рыбалка и советы советуем только то на что сами ловили то что сами пробовали всем пока с вами был дивер всем рыбацкой и жизненной удачи все блага вам